Сложности, с которыми мы сталкиваемся в ходе реконструкции аэропорта, я бы хотел на это обратить ваше внимание, позиция международного сообщества. Есть такая международная организация ИКАУ, организация, которая занимается регулированием воздушного сообщения между государствами, вырабатывает определенные единые правила и так далее. Эта организация блокирует данный проект, блокируется данный проект по инициативе Грузии, блокируется данный проект всеми государствами Евросоюза. Это я говорю для того, чтобы наши граждане видели разницу подходов, разницу подходов по отношению к Абхазии, как со стороны европейских государств и нашего союзника. Несмотря на это, наш союзник нам помогает в восстановлении аэропорта. Это может привести к дополнительным санкциям, скорее всего, приведет, в отношении тех авиакомпаний, которые будут летать. Несмотря на это, работа продолжается. И так во всем. Я почему это говорю? Потому что у нас в последнее время появились граждане, которые высказывают мнение о том, что хотят поставить на один уровень некоторые европейские государства и Российскую Федерацию. И сказать, что их вклад примерно одинаков. Или сопоставим в плане строительства современного государства. Это не так. Вот на таком 13 важном проекте все четко видно. Наверняка этот проект был бы реализован и ранее, если не было бы таких препятствий. Но они были. Ну и другие аспекты, связанные с отсутствием финансов и так далее. Одна из важных причин – позиция Грузии и ее союзников в данном экономическом проекте. Продолжение следует...